доброе утро солнце как дома овсяночка может ты сядешь напротив меня конечно вот это моя любимая каша была в детстве я в садике просто полный не готов был лопать я еще блины себя взял а катюха завтра лежачки на рекорка нет руками ешь руками ешь мы позавтракали сейчас витаминки пьем и поедем к экрану плану лунь солнышко не потратили мы 720 рублей на завтрак я все также рассказываю все наши расходы сейчас еще заправимся на колоночки astra и поедем к экрана плану лунь я думаю многие увидели это такой самолет корабль ехать до него 146 километров 2 часа 22 минуты дальше мы уже будем решать куда выдвигаться дальше из дагестана а еще у меня батарейка садится но благо есть старая сейчас карман ну что поздравляю стоим ждем пока мы с тобой витамины пили нас заперли так забавно я вот кадром ранее показывал что у меня заперли в итоге выходит женщина и говорит а чё вы мне не сказали что вы сейчас выезжать собираетесь просто нагнала еще я думаю блин вот так вот встала просто сама не подумала и я еще и виноваты игре витамины вообще-то пил и не обязан смотреть по странам такие они дагестанские женщины а я сейчас на струк заезжаю зале 5 так и поедем к нашей цели залился на 2 356 ну там правда помимо топлива еще было я кажется не рассказал про погоду 23 градуса . пишет мы сейчас выезжаем на трассу и нам остается ехать два часа самое главное помимо экрана плана там еще есть набережная и ты там как раз можно на морюшку посмотреть как ни разу не видел каспийская поэтому у тебя будет все возможности чтобы там побегать попрыгать по песочку там а хотя ты по песочке не очень любишь ходить я вспомню ну вот он сам выезд из махачкалы здесь всегда ставят посты но меня ни разу не останавливали никогда здесь немножечко левее правее вот и в сторону дербента там хорошая дорога сразу классно же когда тепло ну на выезде из города тут уже красиво становится и и и и и и и и и Вы помните, какие цены были на прокладки? Это странно, что я это обсуждаю, но тут область в Дагестане, в городе Дагестанский огонь, 93, 102 рубля, Белла 110. Большой магазин, много чего есть. Сейчас мы водички купим и поедем. Может быть это, давай салфетки купим, а то у нас только детские вот эти. Можно вот маленьких набрать, смотри, по 16 рублей тут есть. Витамины какие-то. Ну нам, наверное, антибактериальные нужны. Давай возьмем одни антибактериальные. Вот какие-то двойное действие. Очищает и увлажняет. И упаковка вроде ничего, такая маленькая. Рассверяется в канализации. Да. И бумажная туалетная бумага. А, не, нам не нужна она. Тут даже озерчай продается, который вот, ну, оригинальный. Вот такой я себе брал. Офигенный. Почти как у меня камера, только тут еще и часы есть. Чего, будешь брать будильник такой? Не знаю, вроде нравится, но я от такого, если проснусь, у меня инфаркт случится. Это правда. Ты и так спокойно и мелодию убираешь на айфоне, а это вообще. А у тебя сердце заколуется от страха. Вот это прям толп. Давай две купим. Одну твоей, вторую моей. Таких? Да. Огромных? Да. Есть еще вот такая. Мне просто вот эта нравится. Ну да, симпатичная. У меня есть поменьше. И как раз можно потом переиспользовать их. Все как мы любим. У меня огромных очень, может, поменьше, нет? Есть вот такие. Ну, слушай, мне просто понравилось. Здесь прям орехов много. Там и клубника есть, и фисташки вижу. Ну вот, по-моему. Нет. Где-то была. Вот эта. Это не клубничка? Вот же. А, ну, можно. Не, не, это клубничка. Да, клубничка. Да. Только вот эта здесь красивая. И еще отчитываемся. Потратили 4,890. Ну, там в основном подарки были, поэтому не знаю, как это правильно отнести. Как-то путешествуем. Ну, и помороженки взяли. Ну, мы там мамы взяли мед и какую-то смесь с орехами и медом. Ну, я вам показывал. В общем, надеюсь, будут довольны. Они обе любят такое. Так. А что, зачем мне? А, ну, давай. Мм, вкусно. Я говорила. Я такое не пробовал. Золотой стандарт сенглич. Угу. Я его каждый день раньше. Ум, 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 ум. Классно. Можно брать. Подержи. Я начал лезть, а потом руки протирать. Молодец. Это ж мое. Ну, ты мое укусил. Я по-своему еще не открыла. Ммм. Ну, хочешь обратно выплю? Выплю обратно. Как птички. А мы уезжаем в Дербент. Вот только что подсмотрели, что это один из старейших городов России. На первом месте Керчь, на втором вот Дербент. Можно и прямо, можно и направо. Вот тут чуть быстрее получится направо. Ну, я так через арку проехать хотел. Ну, ладно. Я на видео, я заснял. Дербент. Дорожка здесь, конечно, такое себе. А куда мне ехать-то? Там все засыпали. Вон он, этот самолет. Корабль. Не знаю, как правильно его назвать. Экраноплан. Может, не сюда? Логично же. Тут на легковушке тяжело проехать. Я вам начало дороги не показал, потому что мы по телефону разговаривали. Но тут, конечно, на моей норм. А, не, ну, наверное, туда, вон, на рот, смотри, машина ставит. Слышишь, как бьется эта трава? Ага. И вон морюшка. Я бы не раз видела. Можно было и здесь завернуть. Вот я поперся, а. Сейчас здесь поставим машину и пешком. Ну, прямо на машине. Я не знаю, как туда доехать. Тут такая дорожка песчаная. Сами посмотрите, почитайте про этот экраноплан Улунь. В Википедии есть целая статья, поэтому рассказывать не буду. Подходим все ближе. На улице, кстати, прохладно. А там на байках катаются, а там на лошадках. Да, тут вон, дофига байкеров. Сейчас мы сначала поближе к экраноплану подойдем. Посмотрим его. А потом уже к морю подойдем. А я повторюсь, что Катя первый раз в жизни видит Каспийское море. Но оно холоднее сейчас, конечно, чем черное. Но летом здесь жарюка вообще. Ну, то есть в нем купаются. Так-то он нифига здоровый. Камера, может, и не передает. Но это прям махина. Вот у меня на 10 мм еле влезает просто в кадры. Так вот на 18 мм. Прям махина. Мощное, да, транспортное средство? Там написано на крылья не лазить. У кого это останавливает? Наверняка местные тут все облазили. Размак крыльев, конечно, гигантский. Да, махина, конечно. Смотри, тут 4 турбины. С той стороны еще 4. Конечно, интересно залезть внутрь и посмотреть. Даже не понимаю, где вообще вход. Через какую дверь заползают пилоты и весь обслуживающий персонал. Вот там наверху, видишь, еще такая, как кабина. Видишь? Там пусковые установки. То есть можно было запускать ракеты. И скорость у нее то ли 500, то ли 600 км в час. Короче, кто не понимает, как эта вся штука устроена. То есть у нее турбины, но при этом она не летает. Можете представить, когда на стол кредитку кладете, и вот так вот ее пальцами запускаете, и она проплывает над столом. Вот примерно такой же эффект работы экраноплана. Могли бы билеты продавать и запускать внутрь. Это самое интересное. Но, к сожалению, можно только снаружи посмотреть. И бесплатно. Алюминий. Самое главное, чтобы вы еще в состоянии хорошем поддерживали. Что это? Мне кажется, это ракушки прилившие. У кого это? Есть болезнь такая. Или хобби. А, кластерные дырки? Да. Ага. Мы сейчас пойдем. Не нравится? Неприятно, да, смотреть? Конечно, такая махина. Пипец. Какой-нибудь даже Ил-76 я видел вживую. Он не такой гигантский. Кабина сзади. Напоминает немножечко поезд. Что ты принесла? Ракушки? Можешь маме моей отдать, она любит. Такие привет твоей маме хотят привезти. Она может черную картину из этого сделать. Ну, холодная. Очень холодная. А вот там Азербайджан. У меня такое было, когда я в Таиланде жил. Я рисовал, у меня заставка была. Видела ее? Все. Смыло. Быстро. Ну, как цыганка. Смотри, сколько у меня погас. О, нифига себе он несется. Та-га-га-га. Та-га-га. Ну, я все равно быстрее могу. Ты бы с вами приблизился? Да. Я все равно быстрее бегаю. Вот эти тросы смотри. Ну, как на постамент поставят. Все подвинут. Может быть, какой-то памятник сделают. Не знаю. Видишь, тут как территорию расчистили? Сравняли. Придень, через несколько месяцев он будет платный. Ага. Холодильник такой же фирмы, как и этот трактор. Если что. Вообще, кроссы у меня мощные. Ты еще белые, да, хотела надевать? Я сказала после этого. Ну, не надо, так ты специально идешь и шелкаешь, как дед старый. Ну, что ты меня схватила? Да, потому что ты меня бьешь и убегаешь, как маленький. А я бегать не хочу по песку. Пойдем. Ну, только не бей меня. Нет! Все с ракушкой. Все с ракушкой вылетели. А тут их прям много растет, смотри. Суккуленты, да. Да. Суккуленты. Название такое. Красивое растение. Что-то там еще ракушечек набрала. Да я думаю, хватит. Да они другие совершенно. А вот и ромашки, блин, крутяк. Обожаю ромашки. Любит, не любит. Сыгре. Давай. Любит, не любит. 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 Нам на горизонте показывают дербент во всем великолепии. Сейчас очень красивое солнышко, и там морюшко видно. Ну, мы, в принципе, выполнили основную туристическую программу в Дагестане. Я уже не вижу смысла ехать там в Курзук. Еще у нас там один водопад был. Мне кажется, тот, который мы в прошлой серии посмотрели, вполне себе классный. Катю, я там в кадр попадаю, нормально все. Вообще, в принципе. Я просто объясню, потому что тебя не видно. Она сидит, печенье взлет, смотрит вообще в другую сторону, и камеру вот так держит. Что мы сейчас делаем? Едем в Грозный и выберем какой-то отель себе. Я не знаю, что смешного. Если что, скажи, все, истеричку. Катя истеричку включила. Короче, мы едем в Грозный. Может быть, там пару дней проведем, потом поедем во Владик. Там еще разные места посмотрим. И уже потом домой. Дай я тебя покажу. Ну и где твой смех? Не снимаю, так близко. Что это? Что я хотела сказать? А, да, я камеру вот так вот держала. Все мои, бак, на смену. Поворачивай с того, что Андрей говорит. Ну и попали в пробочку по-дагестански на 11 минут. Как бы все окей, но время прибытия 21-22. А мы хотим в ТЦ поужинать. А он работает до 10. Мне даже стыдно уже записывать видосики, потому что у меня голова настолько жирная. Я за целый день ухайдокался. И мне кажется, если вот так вот сковородку приложить к моей голове, можно пожарить блины. Причем не раз. Что я хотел сказать? А, мы сейчас заходили в культурочку, покупали там шашлыки и всякую еду. И Андрею было стремно из-за того, что по пляжу с ними ходили. У него красотки все в песке, в пыли, как у бомжа какого-то. Выцвешили штаны. И причем внизу они тоже пыльные. Голова у меня грязная. Под ногтями из-за того, что я в ракушках ковырялся. Блин, грязь какая-то. И вот сейчас максимально стремно. Мы заехали в кафе в Хасабюрте. Оно называется... Не знаю, видно будет. А, ну хотя видно. Вот написано. Аджи Мураха. Да, в общем взяли чего? Нарезку овощную, две порции. Хлебушек горячий и куриный шашлык. Сейчас все это в точу. Почему мы вообще сюда заехали? Потому что увеличилось время прибытия в Грозный. И мы бы тупо не успели поесть. 35 минут бы нам осталось. Это причем нам надо было запарковать машину. Дойти до кафешки. Сделать заказ. Мне кажется, нас бы просто отбрили и все. Поэтому я решил, надо поесть перед заселением в отель. Вот у нас горячий хлебушек. Причем его так поджарили прям нормально. Ну ладно. Показывай, шашлычок. Это овощная нарезка. Овощная нарезочка. Блин, не хераси нарезочка. Они что, прикалываются? Смотрите. Так мы же две порции взяли для тебя и меня в одну. Да она весит, блин, килограмм с чем-то. Там еще сыр, видишь? Там сыр, помидоры, лук. Перец, редиска, укроп. Иногда просто, знаешь, в ресторанах берешь нарезку из овощей. Там, блин, один помидор нарежут. Да, но здесь не одна порция, это две порции. Какая разница? Это весит-то, нифига себе. Ну ладно. Тоже две порции, да, в одной. Да, давай покажем, потому что нифига себе не нужно. Ну уже вот так вот я. Тебе, кстати, еще по твоей просьбе сделали этот майонез отдельный и кетчуп. А где? В пакете все. А, тут еще у нас пакет. Там у нас напитки и как раз кетчуп с майзиком. Сейчас запотеет, а-а-а-а. О, смотрите, окошко сразу запотело. Все, всем приятного аппетита. А я вот сюда поставлю, а это вот сюда. Ой. Прости. Всем приятного аппетита. А у нас вилочек нет, да? Или нам дали? Блин, шашлык не едят вилочками. Ну я не хочу руку выбрать. Слушай, дойди, она тебя уже знает, помнит и сказала, что запомнит нас. А, ну вот, пожалуйста. Тут, короче, кетчупы мазят. И напитки еще у нас. Приехали в отель. За локал. Минус 7 тысяч рублей. Прикладываем. Все работает. Все под контролем. А у нас одна карточка интересная или две? Одна. Ну ладно, завтра еще одна. Спасибо, тихенько. Да, здесь классно. Тут мягкие подушки. Прямо сходу тебе скажу. Сейчас, ребят, быстренько обзор покажу. У меня просто очень много рюкзаков на плечах. Тут у нас душевая. Достаточно большая. Вот. Туалетка. Ну тоже такая отделенная. Здесь миленько, да. Обожаю такие души, когда они большие. Ну шкаф. Как в Розе и Кавказе похож, да? Ну да. Шкаф здоровенный. Тут можно, конечно, больше, чем на двоих человек одежды навесить. Вот. Два халата сразу. Теплое одеяло. Ну это если... Не такой мягкий, да? Да. Ну там всякие ништячки есть. Здесь. О, ну туда грязное белье свалим. Тапочки. Самое главное, я отличаю хорошие отели от плохих. Хороших всегда, если на двоих берешь номер, двое тапок лежит. А грозно почему-то нам всегда на одного. Я не знаю почему. Меня это прям бесит. Все время приходится звонить и одна щетка. Это прям ужас. Ну бар, наверное, пустой. Да. Бар пустой. Так, ну и что еще тебе рассказать? Чай-кофе бесплатный. Немножко водички. Меняют ее каждый день. Вот. Постелька здесь мягонькая. То есть можно не брать. Смотри. Тут одна подушка дубовая. Потрогай. Одна такая мягкая. То есть ты сама решаешь, как тебе эту конфигурацию настраивать. А, да. Очень мягкая. Да. Салфеточки. Что-то еще. Вид у нас. А, ну это вот въезд в отель. Завтра покажу. Телевизор, слушаешь? Телевизор встроен в эту деревянную штуку. Да. Ну вот, как-то так. Все. Будем отдыхать. Мне максимально хочется в душ. Я, конечно, не очень рад перед вами в таком виде. Записываться. Ну, что поделать. Дорога. Успал. Вот ревожорный зал. Может быть, завтра сходим. Спа. Спа. Ну там басик приходит. Да, у нас проблемы. У нас ничего для этого нет. Ну, мне проще сильно. Почему? Ну, шорты купил плавательные. Все. И погнал. Самые дешманские можно. На рынке. Тут рядом есть. Мы побродим. А я могу в шортахать. А вверх? А вверх? Топ. Черный. Угу. Он у тебя слетит. Под волной. Ничего не слетит. Прикалываешься? Он очень пиал. Прикалываешься? 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 Редактор субтитров А.Семкин